Итак, здравствуйте, друзья! Сегодня мы вам покажем, как достаточно быстро и легко собрать стульчик, конёк, горбунёк. С этим справится даже 9-летний ребёнок. Нам сегодня помогает Егор. Да, очень приятный Егор. Итак, небольшой экстурс к тому, что у нас есть. У нас есть крепёж. 4 длинных болта, 4 средних винта, 2, извиняюсь, 2 средних, 2 коротких, 8 бочонков и 1 ключик. И есть детали. Мы сейчас детали все называть не будем. Мы в процессе сборки все их будем обзывать. Итак, берём перекладину, которая самая длинная. Вставляем в неё 2 бочоночка. 2 бочонка вставляются таким образом, специально подготовленные для этого отверстия, чтобы прорези для отвертки были сверху. Да, и были ориентированы они таким образом, чтобы прорези были параллельны, собственно, самой перекладине. Егор берёт одну ножку от стула. Причём любую, какая ему в этот момент времени понравилась. Берёт 2 средних по длине винта. И вставляя винты в отверстие, попадает в перекладину. В бочонке, которую он только что туда вставил. Обратите внимание, что перекладину и все остальные детали, когда вы будете собирать, лучше держать вначале кверху бочоночками. Потому что в противном случае они будут у вас вываливаться до тех пор, пока вы их не зафиксируете мебельными винтами. Итак, Егор попал в бочоночек и закручивает винт ключиком. Сильно затягивать на этой стадии не надо, достаточно чуть-чуть слегка закрутить. Егор берёт вторую ножку. Второй винт средней длины. И проделывает аналогичную операцию с другой стороны направляющей. Итак, дальше Егор берёт спинку. Проделывает с ней то же самое, что есть перекладина. То есть, вставляет специально подготовленное отверстие бочоночки. Таким же образом, чтобы прорези для отвертки оказались сверху. И берёт два самых коротких мебельных винта. И вставляя спинку в прорези в пазы на ножках. Таким же способом, как и предыдущую перемычку, он, попадая винтом в бочоночек, наживляет, вращая по часовой стрелке винт. Вращая винт по часовой стрелке. К сожалению, дети иногда путают часовую... В какую сторону вращается у нас часовая стрелка, поэтому крутят немножко не в ту сторону. Вращая по часовой стрелке. Сначала нужно руками попасть в паз и наживить. Точно такая же операция проделывается с этой стороны. Игорь, не затягивай сильно. Всё, теперь эту конструкцию ставим на ноги. Собственно, так в дальнейшем будет в таком положении эксплуатироваться стул. Следующая операция это берём перекладины из двух оставшихся. Берём направляющие. И обратите внимание, сейчас Егор будет устанавливать в пазы направляющие. Вот эта установка является неправильной, потому что, обратите внимание, паз, в который будет фиксироваться подножка, он не параллелен полу. Соответственно, значит, эту направляющую он должен будет с другой стороны поставить. А вот эта направляющая как раз отсюда. Паз параллелен полу. Снизу он отсчитал какое-то определённое количество отверстий. В данном случае семь. И просто сейчас зафиксировал вот таким образом, вставив винт в седьмое снизу отверстие. Всё. Они никак не держатся, кроме как на винтах. Теперь он берёт направляющую, берёт два бочонка, вставляет бочонки в специально подготовленные отверстия, в направляющих. И, держа направляющую перекладину, точнее, бочоночками вверх, аккуратненько попадает винтами в бочоночки, которые находятся внутри этой перекладины. И... аналогичная операция с другой стороны придерживая одной рукой перекладину егор наживляет мебельный винт здесь важно не затягивать более того надо оставить 2-3 миллиметра чтобы шляпка винта не была затянута от древесины аналогичную операцию он делает с направляющими верхними здесь тоже важно считать определенное количество снизу или сверху отверстий для того чтобы на одном уровне зафиксировать эти направляющие пока он будет таким же образом справляться с верхней перекладиной два слова скажу о том что стульчик настраивается индивидуально под ребенка приблизительная так скажем матрица настройки находится в инструкции которая прилагается к стулу но индивидуальные настройки конечно же зависит от собственно роста и возраста вашего ребенка при правильно настроенном стуле локти ребенка должны лежать на обычном на обычном стандартном взрослом письменном или обеденном столе также как лежат они у нас у взрослых то есть легко свободно и не на уровне подбородка многие должны ребенка стоять на подножке таким же образом как наши ноги стоят на полу схема настройки стула также очень подробно приведена в нашей инструкции его установил вторую перекладину теперь он не затягивает достаточно легко оставляет конструкцию достаточно легко собранной и остались завершающие штрихи то есть самые основные да это установить подножку вот более широкую ставим ее в пазы вот таким образом и сидушку аналогичным образом вставив паз пазы на верхних направляющих вот собственно так скажем стул собран теперь осталось затянуть винты винты на этот раз мы затягиваем очень сильно более того через недели две-три после сборки их нужно будет протянуть и в дальнейшем рекомендуется протягивать винты раз в 3-5 месяцев спасибо большое вот таким образом за ровно за 10 минут Егор управился со сборкой стульчика конек-горбунек спасибо Егор всем удачи до свидания